Всего 40 километров от города, а кажется, будто очутился в другом регионе страны. Привычная равнинная местность сменяется холмами. Обычный субботний вечер превращается в увлекательное приключение. Так скажет, пожалуй, любой, кто хотя бы раз прокатился на тюбинге. Для ценителей экстремальных ощущений крутая трасса. Для тех, у кого не крепкие нервы, трасса помягче. И отдельная горка для детей. Каждый выбирает свой путь. Самые улетные впечатления, по словам отдыхающих, можно получить, прокатившись на троллее. Или, проще говоря, на тарзанке. А вообще, особой подготовки не требуется. Разве что моральный настрой. Готовы? Да. Всегда много желающих прокатиться на банане. Вместо моря есть вариант искупаться в сугробе. Развлечений на Трехгорье, безусловно, хватает. Здесь есть и трасса, где можно прогуляться на беговых лыжах, и каток, чтобы побегать на коньках. Но все-таки большинство отдыхающих приезжает сюда для того, чтобы покататься на горных лыжах и сноубордах. Здесь очень современно, красиво. Здесь все хорошо обустроено. Горки качественные. Подъемники тоже. Катаюсь на лыжах. Я здесь бываю довольно часто. Мне очень нравится. И, в общем, ставлю оценку 10 из 10. Мне здесь нравится. На горнолыжный комплекс Трехгорье приезжают целыми семьями, большими компаниями. Здесь весело и дружно проводят корпоративы и праздники. И главное, на природе. Ведь этого порой так не хватает всем, кто работает в офисе. Стараемся приезжать каждые выходные. Любим это место за атмосферу, за прекрасную погоду. Тут всегда душевно. Катаемся на горных лыжах. Как только на Трехгорье сделали трассу, восьмилетняя Антонина сразу открыла горнолыжный сезон. А вернее, сноубордический. Именно этот вид предпочитает начинающая спортсменка. Пока девочка осваивает учебную трассу. Она подходит не только детям, но и всем, для кого горнолыжный спорт в новинку. Это сложно и легко, потому что можно упасть и сильно удариться. А с другой стороны, это хорошо и даже весело. Освоить какой-то новый вид спорта. Здесь очень хорошо проводим время. Всегда здесь выселимся. Катаемся очень хорошо. Я иногда, конечно, боюсь, но мне очень нравится. Безопасность – это то, на что прежде всего нацелено руководство комплекса. Именно поэтому здесь постоянно проверяют оборудование, инструменты, снаряжение. Все для того, чтобы в гости чувствовали себя комфортно. Также есть инструктора, которые могут показать, обучить, как правильно падать, как тормозить, как правильно подниматься на подъемнике. Ждем вас в гости. Все приезжайте. Мы работаем в будни с 4 до 10 вечера, а в выходные дни и праздничные с 10 утра до 10 вечера. На Трюгорье можно приезжать со своим спортивным инвентарем, либо взять его на прокат. Здесь также можно арендовать домики для отдыха, при желании пожарить шашлыки и попариться в бане. По словам отдыхающих, на Трюгорье действительно сказочная атмосфера. Особенно в тот момент, когда после захода солнца на горнолыжном комплексе включается иллюминация. И хотя новогодние каникулы уже позади, здесь даже без повода всегда чувствуется праздник. Екатерина Елизарова, Александр Новик, телевидение Нижневартовского района. Специально для ЮГРА-24. Продолжение следует...